Мы находимся в разделе «Слежение», предоставляющем возможность просмотра онлайн-трансляций с мониторов сотрудников в режиме реального времени. В каждой из ячеек расположен сотрудник, за которым ведется наблюдение. Если сотрудник совершает нарушение, в его ячейке появляется маркер с именем совершаемого нарушения. Когда сотрудник работает с непродуктивной программой или сайтом, то рамка его ячейки становится красной, а вкладка, на которой работает хотя бы один сотрудник с непродуктивной активностью отмечена красной точкой. Если же сотрудник занимается продуктивной деятельностью, рамка его ячейки становится зеленой. Если сотрудник не работает за компьютером более минуты, то для него включается таймер неактивности. Если у сотрудника выключен компьютер, то в его ячейке мы увидим подпись «Нет сессии». Чтобы перейти к онлайн-мониторингу отдельного сотрудника, щелкнем мышкой на его ячейку. Здесь можно увидеть, какие программы открыты у сотрудника на компьютере, что происходит на каждом из мониторов, какие нарушения сотрудник совершает и что вводит с клавиатуры в режиме реального времени. Рассмотрим подробнее, что находится в разделе «Мониторы» и как это можно использовать. Слева от нас расположена онлайн-трансляция активного монитора сотрудника, а ниже трансляция – строка с нажимаемыми клавишами. Правее мы видим полный список приложений, запущенных на компьютере сотрудника. Иконкой мыши обозначено приложение, которое использует сотрудник в данный момент. По каждому из приложений можно перейти к просмотру истории или же изменить или выставить ему оценку, если она еще не была выставлена. Чтобы вернуться к наблюдению за всеми сотрудниками, нажмите на кнопку «Назад» в любом из разделов наблюдения за отдельным сотрудником.